Ну вот Пущино. Пущино упоминается с 1719 года. Построено оно на берегу реки Ворона для догляду за степью, за лихими людишками. Принадлежало оно плацмайору Пущино Кириллу Петровичу. Кстати, вот это его барский сад был, а где-то вот на вот этом месте был его барский дом, усадьба. Ну потом это все развалили. Здесь в советские времена построили хорошую ферму. Много всего здесь было. Ну в российские времена и это развалили перестроечные. Так что сейчас здесь бурьян. Ну вот так вот сейчас ферма выглядит внутри. Представляете, как окипел здесь жизнь в советские времена? О, металлоломщики. Копали-копали, а взять не смогли. Клуб. Раньше это была хозяйская постройка, которую во времена, понятно, не такие далекие, более ста лет назад отобрали и сделали из него клуб. То есть пристроили, это было какое-то хозяйство, какой-то сарай. Вот пристроили, рядышком дверь стоит, это пристроили туда будку и там сейчас будка. Ну если вот ты посмотришь, вот это называется Барская гора. Вот это Барская гора. Наверху стоял дом барина. Пущин получает два и надела земли. Одно, где в Верховьях Вороны и одно надел, один надел здесь. Внизу строится церковь. То есть, кстати, вот до сих пор я еще не знаю, надо узнать, кому была посвящена эта церковь. Николе, да? Она была построена в 1776 году, а в 1967 году признана аварийной и разобрана. И из нее построили в Богданово клуб. Вот тут церковь стояла, да? Да. Вот церковный колодец. Сейчас мы заглянем. Жил пап. Тут жил батюшка. А в том доме была школа, 4 класса, начальная она школа была, церковная-приходская. Начальная школа. Церковный проулок, вот это называется, и идет вплоть до церковного омута. То есть, это туда до церковного омута. А во времена, допустим, когда Антоновского восстания, Антоновского восстания, здесь постоянно не около церкви, а вот здесь проходили сходы. Конечно, вот этого всего не было. По свидетельству Петра Борисовича, это один из жителей, к сожалению, в этом году этот человек умер. По свидетельству его. И он расспрашивал своего отца. И вот отец рассказывал, как здесь в начале. Приехали антоновцы. Ну и как? Кто поддерживал советскую власть? Продразверстка, советская власть? Ну, Федька-комсомолец. Порубали. Потом уезжают сюда красногвардейцы. Продотряды и прочее-прочее. А те, кто стоят, заслеживаются вот на этом чердаке. Вон, видишь чердак? Он исторический. Я не верю, что там выставляли пулемет, может, застрелять не решали. Но приехали, значит, сюда красногвардейцы и на этой же площади выстраивают, полностью выстраивают все село. Вот здесь вот. Те, кто поддерживал Антонова, порубали. Похоронили всех рядышком на кладбище. Ну, это то, что, по-моему, перед входом. Перед входом памяти. Похоронили, причем Антонова похоронили с одной стороны. А этих самых, в самой оградке. Антоносов за оградкой, советская власть. Этих там. И вот такие пироги. Ну, а теперь, конечно, разруха и рутина. Ау, люди! Вот на этом промежутке. Раньше когда-то было 2000 душ. Вообще, в 19 веке Пущино очень славилось изготовлением кирпича. Он здесь был на редкость легкий и прочный. Никольская церковь в Большой Ржаксе. Она полностью сделана из кирпича. Который производили в Пущино. Кстати, самые лучшие мастера были по покладке, кирпича, по обживу. Именно в Пущино. Ну и для многих это была единственная возможность существовать. Тут это здание сделано из кирпича 1886 года. И здесь много кирпичей попадается с маркировкой. И все они исключительно еще в идеальном состоянии. с 1886 года. А то с ними смотри, какие наличники. Нужики, ну, занимались. Чем зимой заниматься? Как они, вот, наличники какие делали? Это, представляешь, сколько труда нужно было положить, чтобы лобзиком все это выпилить. Ну да, тем более, раньше не электрический. Это было пристройка. А вот тот дом, именно вообще он старый. То есть, это уже строилось из какого-то кирпича. Ну, покладки видно, что немножко, немножко попозже пристроен был вот эта часть разрушенная. А вот тот, он был построен что-то не самого начала. Найти кирпич 1800 какого-то года. Ну, надо разбирать. Надо разбирать, искать. Историческое здание разбирать. А что разбирать? Оно уже разобрано, как ты видишь. Все, что падает, разрушается. О, историческое. Вот эти вот два кирпича сделаны впущено с надписями. Тимофеев и Прокофьев. Вот. Когда разлив и ворон выходит из берегов здесь часть деревни затапливают водой. Вот это вот туристическая база, которая находится впущена. Она, по-моему, одна единственная вообще во всем Ржаксинском районе. Вот. Здесь, конечно, сейчас все уже на зимовку. разобран, подготовлен. Вот в таких домиках туристы приезжают, живут. Вообще про нее рассказывать буду весь следующий туристический сезон, начиная с апреля. Вот это столовая. Душ там, столовая, руки помыть, вот домики в данный момент разобранные. Вот. вот это будет баня. Вот это будет баня. Это вот такая вот беседка. Очень удобно, когда дождь тут под крышей. И покушать, и по развлекаться все можно. уго, уго. Угу. совсем рядом с рекой вороной вот такая фотография в инстаграме в одноклассниках такого ракурса а это вот такое плавсредство рыбацкое на него ставится мотор и вперед все самодельное а вот тут вот за осенными уже речка как же в 30 метров от реки банька прям на берегу реки бань но мастик Продолжение следует...